Тяга к знаниям и умению учиться у Малика с детства. Перед глазами всегда был пример старшего брата, который окончил школу с золотой медалью. Малик тоже учится на одни пятерки. Не раз юноша становился победителем российских и международных олимпиад по обществу знанию английскому языку. Попасть в главный лагерь страны было его давней мечтой. Там Малик принял участие во множестве различных мероприятий смены. Но самым важным стал, конечно, конкурс «Звезда Артека», одним из заданий которого было проявить свое ораторское искусство. Нам раздали каждому по отдельной теме. Мы должны были ее в любом виде раскрыть для остального лагеря, а это где-то 400 человек было, и рассказать им, завлечь их. И я выбрал, у меня была тема разницы поколений, мнение поколений, отцы и дети. И я выбрал монолог. У меня был трехминутный монолог. И я старался, чтобы дети не скучали, грубо говоря, а тоже, чтобы они участвовали в моей беседе. То есть это будет диалог между мной и всем остальным лагерем. Лауреатов конкурса выбирали сами артековцы. Глубокие знания, умение самовыражаться, искренность и активное участие Малика в жизни лагеря отметили по достоинству. Он набрал наибольшее количество голосов и стал звездой Артека. Из лагеря Малик увез не только награду, но и теплые воспоминания, новые знания, идеи. И, конечно, там юноша обрел много друзей. В Артеке я стал более общительным. Я подружился с многими ребятами. Получил знаю географию России, потому что ребята рассказывали о том, где они живут, что у них принято делать на досуге, чем они занимаются. И мне там очень понравилось. В этом году Малик оканчивает школу. Почти все свободное время посвящает подготовке к ЕГЭ. Сдавать будет химию и биологию. Парень собирается пойти по стопам отца и стать врачом. Успехами своего ученика очень гордятся педагоги. О нем, можно сказать словами Ломоносова, науки юношей питают. Вот он питался и питается науками. И всегда какой-то интерес при всей какой-то сдержанности, какой-то степенности, такой не юношеской даже скромности. Поэтому, конечно, очень рады за Малика, за то, каких он успехов достигает. Уверена, что и в дальнейшем на стезе обучения у него все будет получаться. До единого экзамена еще много времени, но возможность в очередной раз проверить свои знания у Малика, как и у других ребят, появится уже в конце сентября. По традиции в это время стартует Всероссийская Олимпиада школьников. Самое массовое ежегодное мероприятие по работе с одаренными детьми. Из 218 разыгранных призовых мест регионом, то есть республикой, 104 призовых места достались и получили наши учащиеся города Черкесска. Один момент еще хочется подчеркнуть, что из наших олимпиадников несколько человек получили 100 баллов по ЕГЭ. Олимпиада состоит из нескольких этапов – школьного, муниципального, регионального и заключительного, победителей и призеры которого получают ряд преимуществ при поступлении в ВУЗы. Участие в этом интеллектуальном конкурсе – это хороший шанс показать себя. Мария Клокова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.